Подмосковные вечера Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Вновь в эфире «Подмосковные вечера» и в нашей замечательной дачной беседке гость, один из признанных мэтров отечественной эстрады, работающий уже более 30 лет с гитарой и с песней. Конечно, на эстраде. Вы знаете, я сразу же... Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я хочу сказать такую фразу, что после того, как я ушел из инженеров, я закончил массовский институт железнодорожного транспорта и все неудобства, которые вы испытываете на железной дороге, от того, что я оттуда ушел. После того, как я ушел из железнодорожного транспорта, у меня не было понятия, что я работаю. Поэтому, если работать на эстраде с гитарой, такого у меня нет. Я пою концерт, еду на концерт, еду на репетицию, еду на запись, еду на съемку. Ну, на что я еще иду? Делать саранжировку. Ну, не слово «работа» я употребляю, потому что слово «работа» и слово «раб» как бы однокоренные слова, поэтому я стараюсь слово «работа». Честно говоря, мне и голод не приходило употреблять это слово. И я должен сказать, что даже в те времена, когда у меня еще не было машины, я сразу же почувствовал преимущество вот того вида деятельности, которой я занимаюсь. У меня перестало существовать понятие «час-пик», что я должен ехать на работу во время «час-пика», то есть толкаться в метро. То есть, когда уже основная масса людей схлынет, тут вот как раз мы отправлялись на репетицию. Ну, хорошо, тогда... Благодать была. Тогда я немножечко конкретизирую мой начальный спич. Уже более 30 лет не работающий Вячеслав Малежик. Да. Вот раз уж вы заговорили так по поводу транспортных средств, хотел я вопрос задать, но немножко попозже. Ну, вот так уж, раз у нас разговор пошел, была у вас какая-то замечательная машина под названием «АКА». Вот какова сейчас ее судьба? Откуда вы знаете про мою «АКУ»? Вот есть у меня такие секретные данные, я даже знаю про гимнаки. Есть такое дело? Ну, дело в том, что я придумал песню про машину «АКУ», но денег на съемку клипа мне не дали, и как-то эта песня преобразовалась в песню про «Квартал 32-33». Я переделал припев, все так получилось. Но такое было достаточно забавно. Я на ней ездил, когда давным-давно вместо гонорара мне в набережных Челнах расплатились со мной «АКОЙ». И вот это была первая машина моей жены. И между какими-то своими очередными машинами, я одну продал, а вторую еще не купил, я ездил на «АКЕ». Причем вызывал, ну, бурю восторга у всех водителей. Там на светофорах опросы в Москве совершенно уникальные. Народ выбегал, брать у меня автограф, спрашивали, почему, да зачем, вообще считали, что это своего рода запендрешь с моей стороны. И однажды была такая довольно забавная ситуация. Был какой-то вечер, на котором был весь день реалитет западного округа. И так получилось, что мы за одним столом сидели с Юрием Михайловичем Антоном. Юра, значит, мне говорят, ты на машине? А то я тебя подвезаю. Говорю, я на машине. Говорю, ты на какую? Я говорю, на «АКЕ». Он говорит, в каком смысле? Вот, так что у меня такое действительно приятное, очень приятное воспоминание. И если надо сделать рекламу, если вас ее не порежут, то я скажу, что это замечательная машина. И для Москвы она совершенно уникальна. Единственное неудобство – это то, что ее расплющат и даже не заметят. А так все замечательно. В любую дырку она влезет, мало бензина ест. И вообще очень, я считаю, что очень стильная, особенно для женщин и для молодежи. Скажем так, это, по-моему, меня знает каждый из собак. Во всяком случае, как бы прогулка по городу для меня достаточно, ну, неудобная. В общем, я все время чувствую себя как бы под микроскопом, и мне приходится внутренне подтягиваться, держать спину там, не знаю, думать о том, что она мне одета. А концертная деятельность, ну, скажем, о концерте остается всегда хорошее впечатление, но моя публика, которая все-таки составляет, так скажем, люди зрелого возраста, они зачастую, ну, их очень тяжело торвать от телевизора. И нужна такая мощная бомбардировка в области рекламы для того, чтобы они пришли ко мне на концерт. А почему вы так редко появляетесь, вот как вы сейчас сказали, в телевизоре? Ну, во-первых, вы же знаете, что получилось таким образом, что люди, которые владеют телевидением, они решили, что шоу-бизнес – это, значит, форма Карла Маркса. Это значит, сначала вкладываешь деньги, потом получаешь товары, потом уже получаешь деньги. Они считали, что вот, коль я представитель шоу-бизнеса, то я должен, значит, как бы вкладывать свои деньги. Ну, поскольку я продукт еще в социалистической эпохе, когда мы не привыкли платить за телевидение, я как бы не стал особо ходить и с живыми деньгами, и с какими-то там борзыми щенками для того, чтобы появляться на телевидении. А потом, в общем-то, я успел, как бы, заявить о себе в те славные и добрые времена. И сейчас мне достаточно, мне кажется, чтобы обо мне не забывали, появляться изредка, но достойно, скажем так, как вот в вашей беседе. То есть, я правильно понимаю, нет желания совмещать творчество и коммерцию? Или все-таки не так? Ну, как бы, вы знаете… Или коммерция все-таки входит в жизнь? Ну, во-первых, если бы я сейчас зарабатывал много денег, я бы, наверное, начал бы, знаете, жонглировать словами, говорить, что вот деньги являются показателем моей значимости, того, насколько людям нужен продукт, то есть, мои песни, поэтому они их покупают, ходят на концерт. А сейчас я могу так же красиво обосновать, что, как бы, я все это уже съел, и меня доставляет удовольствие там любоваться природой, приходить в беседку, распивать с Кирой чаи. Но на самом деле, действительно, меня, честно говоря, на поклон идти куда-то и соревноваться с толстыми дядьками, которые раскручивают своих возлюбленных или возлюбленных, не очень хочется. И, знаете, поскольку деньги – это не просто какие-то бумажки, которые лежат в шкафу, а на них что-то приобретаешь, то я считаю, что удовольствие от творчества, удовольствие от того, что я не пошел, опять же, на поклон, оно зачастую не требует вот этого мощного вложения денег, поэтому я могу себе позволить не ходить на телевидение, на поклон к редакторам, которые мне, ну, не симпатичны, условно говоря, которые ждут, когда я начну говорить, сколько я заплачу за рост, что меня показали на телевидении. Вот я к вам приехал, потому что вы мне сказали, что ничего не надо платить, и, мало того, еще чаем угостить. Спасибо. Вот мы сейчас заговорили о раскрутке. Как правило, мэтры уже с таким опытом частенько занимаются раскруткой, и раскруткой молодых, многообещающих. У вас был продюсерский опыт, и он есть? Знаете, вот если бы этот вопрос мне был задан, скажем, год назад, я бы сказал вам, что у меня продюсерский опыт таков, что я раскрутил двух человек. Это, во-первых, даже не двух, а, ну, так, трех поэтов я, наверное, смог раскрутить. Они рядом с моим именем, когда появлялись в качестве савторов, стали известными. Это Юрий Петрович Реместник, который написал такие известные песни, как «Мадам», «Попутчица», «Александр Смогул», с которым я тоже весьма плодотворно сотрудничал, там, всякие улочки-переулочки, «Мертвый сезон» в Ялте. А заодно еще я раскрутил такого продюсера, вот такой вот каламбур. Я спродюсировал продюсера Александра Иратова, который, которому рассказал, как работать, что, куда идти, перезнакомился со всеми людьми, которые занимаются шоу-бизнесом. Вот, и он стал таким важным дядькой, который вот занимается сейчас Аленой Апин и надувает щуки на ТВ-центре, там, в локале продюсер. Вот. А что касается исполнителя? До последнего времени исполнителями я не занимался, но вот год назад я познакомился совсем с молодой девочкой, 17-летней, ее зовут Маша. Она после долгих раздумий решила, что фамилию свою она не будет называть. И вот она будет как бы известна, я надеюсь, что будет известна нашим телезрителям под названием «Под именем Марии». Мы с ней записали несколько песен, появлялись на программе «Шири круг», потом я появлялся несколько раз на телевидении, был живой эфир у Атары Кушанашвили. Вот. И я надеюсь, что на нее обратят внимание, потому что она очень талантлива, но как бы вот вступив на такую тропу продюсерства, я понял, что это, в общем-то, нелегкий хлеб. И вот те унижения, про которые я вам говорил, которые касались меня, они, в общем-то, сейчас, их приходится мне проходить, пытаясь помочь Маше. У вас были одно время телевизионные программы, то есть я уже не говорю о всем известной программе «Шири круг», была программа «Острова». Вот сейчас какова телевизионная судьба Вячеслава Малежика? Как ведущую программу. Как ведущую, но как бы вот, к сожалению, к моему большому сожалению, программа «Острова», она как бы, наверное, приказала долго жить, приказала долго жить, но из-за того, что я не умею интриговать, потому что на телевидении надо было ходить как на работу и как бы гасить те моменты недовольства, которые возникают за моей спиной. То есть я понимаю, что многие люди, у которых я отнимал, в общем-то, кусок хлеба, потому что мой эфир все-таки, он полчаса, как ни крути, значит, кто-то эти полчаса не поимел, и когда объясняли, с какой стати вообще певец, композитор и трижды герой мира Вячеслав Малежик еще какие-то публицистические программы делает, с какого сарая вдруг все это возникло, они, в конечном итоге, добились того, что начали требовать, чтобы я делал то, делал все. Ну, в конце концов, я извиняюсь, скажу, что я больше не хочу этим делом заниматься. Ну, я просто был, как бы, лень, и начали мне говорить, что я должен достать деньги на свою программу. Ну, я скажу, что в таком случае я лучше достану деньги для самого себя любимого, и пусть лучше я заплачу, так пусть послушат мои песни, это дело лучше. Вот, а буквально дня три назад у меня был разговор со вторым человеком канала М1, и, ну, что-то мы долго разговаривали, и я так показал себя эрудированным музыкантом и человеком, знающим, не по наслывке, а изнутри, вот, историю нашей поп-музыки, ну, так скажем, с начала 70-х и кончая нынешнее время, может, последние три года я не очень хорошо разбираюсь в том, что происходит, и, наверное, молодые мальчики, девочки, фэны меня бы отправили в отстой, ту музыку, которую я делаю. Вот, ну, на всякий случай, скажем, я могу себя назвать специалистом и человеком, видящим проблему изнутри, и мне предложили попробовать, во всяком случае, поговорить с такой, есть Гордон, Александр, по-моему, Гордон, да? Да, 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 да. Вот, он ведет там у них какие-то утра... Хмурое утро. Хмурое утро, да, у меня есть, кстати, песня про хмурое утро. Вот, ну, мы еще с ним не разговаривали, но дело в том, что Гордон выходит в эфир в пятницу и в понедельник, а понедельник – это время, когда я возвращаюсь в гастроли, как правило, и приезжать в студию с перекошенным лицом не очень хочется, а пятница – это один из дней, когда обычно музыканты работают. Я, значит, уехал куда-то, поэтому я боюсь, что может не получиться. Мне бы любопытно было поговорить, тем более, что он умный человек, и, может быть, что-то мы до чего-то умного договорились, может быть, подняли бы рейтинг этой передачи, и все восстановили хмурое утро с Гордоном и Смоленником. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос как к специалисту. А к какому направлению музыкальному можно отнести ваше творчество? Потому что я это сделать, например, затруднилась. К поп-музыке не могу, к рок-музыке не могу. Никуда можете? Никуда не могу. Отдельно совершенно? Ну, наверное, это хорошо. Я думаю, что я где-то в середине болтухаюсь, понимаете. И на самом деле, с одной стороны, это хорошо, я умею все, так скажем. Рок-н-ролл спеть могу, значит, бардовскую песню спеть могу, поп-музыку могу, песню про строй площадку могу. Значит, ну, я не знаю, какой-нибудь там рэп, наверное, если подумать, то тоже, наверное, смогу. Но как бы вот это умение делать все, оно в итоге меня делает таким одиноким волком, который так... Я долго переживал по поводу того, что, скажем, меня не принимают к себе ни поп-музыканта, ни рок-музыканта. То есть в итоге, вот, скажем, московские комсомольцы, ни одна из рубрик, которые там освещают бардовскую песню, рок-музыку, поп-музыканту, они меня как бы вообще не замечали. Я вроде бы не свой. Но я так подумал, может быть, конечно, это оправдание самому себе, но я подумал и решил, что, в общем-то, вот понятие «одинокий волк» это признание собственной силой. И так я очень гордо так несу этот флаг тебе, вот, «одинокий волк». Такой почти что вокер какой-то. Если уж мы заговорили о музыкальных направлениях, мне хотелось бы так немножечко к истории вернуться, но все-таки 30... К какой партии? Нет, к вашей истории. Время еще? Потому что 30 лет, ну, это все-таки существенный срок. И вот у меня воспоминания о ваших песнях все-таки где-то ближе вот к начальному этапу, да, это вот такой российский рок, российский рок-н-ролл. Вы хотите сказать, что мама баюкал вас под песню «Малежик». Ну, в общем-то, нет, это начало 70-х, то есть вот с начала 70-х я уже как-то, да, меня... Уже ходили... Да, я, наверное, уже так хорошо сохранилась, тем более, что у меня брат работал на дискотеке, поэтому я как-то вот так с детства все это слышала и воспринимала. Я не думаю, что у меня в начале 70-х каким-то образом могли идентифицировать и выделить из ансамбля «Веселые ребята» или там «Голубые гитары», потому что у меня были, правда, известные песни. Во всяком случае, вот я вам, например, открою для многих, наверное, тайну, такая песня, которая потом впоследствии стала популярной с «Божьей коровкой», может быть, помнюсь, такая... Мы с Роксаной Бабаян спели такая. Было небо выше, были звезды ярче, Чё-то и какой-то там ветер плыл в туманной мгле, Там, где прикоснулись девочка и мальчик К самой первой тайне на земле. Пусть сегодня вновь нас в память унесет В тот туман голубой. Как же это всё, ну как же это всё, Мы не сбереглись с тобой. Пу-м-пу-м-пу. Как же это всё, ну как же это всё, Мы не сбереглись с тобой. Вот. Но я не думаю, что, зная эту песню, что вы догадались, что, например, спел её я. Ну, вы знаете, вот я даже перед нашей программой сегодня порылась в наших замечательных пластиночках, которые все-таки были, и нашла достаточно много. Нашла веселых ребят, нашла голубые гитары, то есть, ну, все это есть и все это живет. Ну да. И, собственно, я почему об этом заговорила, как происходило вот это вот перерождение, преобразование, потому что был ведь и черный рынок. Вот это преобразование этого российского рокера, наверное, да, вот в такого романтика на эстраде. Ну, значит, Кир, во-первых, давайте опять же вернемся к этому понятию терминологии. Значит, вот песня такая вот есть, наверное, знаете, наверняка. Yesterday, all my troubles, it... Это тоже романтика, правда? Но эта песня, наверное, вошла в любую энциклопедию рок-н-ролла, да? Есть такая песня. Значит, понятие рок-н-ролл и рок-музыки, оно включало в себя понятие протеста. Одной из основных такой составляющих, один из главных векторов. И как бы, когда я начинал, то... Ну да, я пел рок-н-ролл, там все эти... Но все это, опять же, никак не было протестом против существующих порядков в Америке, там, и отсутствия колбасы на прилавках, как это у нас запели в дальнейшем, там, Алиса и прочие наши рокеры. А это был протест, ну, против, скажем, такой гладкой, сытой жизни родителей, устоявшейся жизни. И устоявшейся жизни в нашем обществе тоже, понимаете? Когда всех нас стригли, как в интернате, под одну гребенку. И уже самим протестом и элементом рок-н-ролла были длинные волосы и электрогитары, понимаете? И не обязательно мне нужно было там, что... Стоять на широко расставленных ногах и кричать в зал, делать вот эти какие-то движения дурацкие. Вот. И особо прирождения не было. Значит, да, как бы вот все... Вся московская элита, она практически теперь работала в веселых ребятах. И то, как вынуждены были запеть на русском языке, и умение петь, скажем, битловские песни, оно стало творчеством применяться и для русской песни. На всякий случай, Лёнинбергер, который был воспитан не на битлах, а на негритянской музыке, он был достаточно смешно, выглядел совершенно не по-русски, когда он пел вот с этими опираниями негритянскими, как бы он там... Все это как бы уже не читалось совершенно. Вот. И знаете, когда я, как и мои коллеги, и тут же Саша Буйнов, Барыкин, пришли вот из известных людей, я называю, там, Добрынин, Лосев, Стас Навин, пришли на эстраду петь русский руку, ну, все мы думали о том, что в итоге-то мы... вот с нашим приходом все коренным образом изменится, что мы вот эту машину остановим, перестанем петь вот этот пресловутый совок, и начнется, в общем-то, настоящая жизнь, когда мы вот там втроем, вчетвером сможем делать рок-н-ролл на сцене. Ну, наверное, все-таки влияние оказано было, и вот первая волна, как я считаю, самая такая талантливая, она послужила такой... легла в фундамент вот этого здания, который стал... был построен вот русской поп-рок-музыки. И самые талантливые люди были. Ведь я сейчас скажу кощунственную вещь, мне, наверное, глаза выцаркнут там поклонники Макаревича или Кутикова, но их бы не взяли в то время. Веселые ребята, просто они не умели петь и играть. Они были профнепригодные. Я скажу, опять же, нахальную вещь, скажу, что элиту нашего рок-н-ролла создали профнепригодные музыканты. Понимаете? Это так. Как это вам не покажется парадоксально, потому что все музыканты, которые умели петь и играть, они ушли, их всех перетащили в вокально-инструментальной ансамбле. Да, другого дела, что, как бы проработав 7 лет на профессиональной эстраде с 73-й по 80-й год и придя на концерт «Машины времени», я вдруг обалдел, что вот пока я там зарабатывал с лихими песнями типа «Короче, вдруг я увидел, что вчетвером играется та музыка, о которой мы когда-то мечтали». Макаревич, он хорош, с «Машиной времени» был тем, что он сумел как бы подытожить вообще атмосферу той эпохи и как бы все разложить по полкам, понимаете, все состояния духа он сумел очень точно передать, понимаете. И, ну, я еще раз говорю, что вот первопроходцы, вот эта вот вся команда людей, которых я называл, и Бергер, и Лермон, и Градский, и группа там «Маловенные солдатики», «Витязи», это люди, которые, к сожалению, они канули в лету, и, понимаете, у нас как-то история, на мой взгляд, передернута чуть-чуть, получается, не было-не было ничего, а потом вдруг появились Рюриковичи, которые, значит, принесли свет, а впоследствии христианство наручено в лице Макаревича, высокоснового лета и прочих. Ну, а разве нельзя говорить о том, что жизнь сама выбирает вот существующие, жизнь существующие обстоятельства, то, что вас требовало? Это все понятно, но, знаете, как, каждый кулик хвалит свое болото. О вас ходит такой слух, как о звезде нелюбящей тусовки, нелюбящей пати и сейшены. Это правда? Ну, наверное, да, если ходит слух. Ну, откуда-то возник, и меня достаточно редко все-таки можно увидеть. Значительно меньше, чем Крис Кельмин. Что Вячеслав Малешек в жизни не любит? Что в жизни напрягает? Напрягает? Глупость какая, знаете. Напрягают корреспонденты, которые совершенно не готовы к интервью, приходят, задают вопрос. Начинают интервью с того, что, знаете, я вообще не знаю о вас, ничего, но мне дали в редакции задание взять у вас интервью. Ты думаешь, ну, почему ты свое время как бы ценишь и не удосужился почитать какую-то подборку статьи обо мне, а считаешь, что я должен вот сейчас отвечать на банальные вопросы о творческих планах и о том, насколько мне понравился город и дома красавца в кварталах-новостройках. Это как камень в мой огород, Вячеслав? Абсолютно. Вы в материале. Спасибо. Это скорее камень в огород очень многих наших журналистов, особенно московских, которые приходят на каком-нибудь... Меня всегда вымиляет, там идет презентация программы «Планета Битлз». Там накрыты столы, и, значит, все вокруг этих столов, значит, тусуются. Потом начинается непосредственно какая-то концертная часть. То есть ни один журналист, либо они уже знают совершенно точно, что их ничем там не удивят, не удивят, больше, чем «Бутерброды». Понимаете? Ну, «Бутерброды» тоже как бы они не на новеньких. И никто не выходит даже послушать, чего там играть будут, какие «Битлз», чего «Битлз», зачем «Битлз». Вот это меня как бы... Вот это расстраивает меня, понимаете? Непрофессиональное отношение к своему труду, непрофессиональное отношение... Нелюбовь к тому, на чем ты... На ком ты зарабатываешь деньги, понимаете? Если ты зарабатываешь, ну, условно говоря, на поп-музыкантах, ну, ты люби его, даже если он плох. Все, наверное. Если его не будет, то ты будешь вторичным. А что вы в жизни любите? Да, я люблю красивое вино. Ой, красивую женщину. Люблю красивую поесть, красивую дачу, теплое море. Вообще красоту. Люблю, когда смотришь в глаза женщине, она у тебя улыбается, и ты чувствуешь, что у тебя тоже глаза начинают светиться, например. Нравится мне очень работать на живом концерте, особенно когда полный зал. Потому что вот это вот удовольствие попеть в живем, его, в общем-то, невозможно купить. И вот это нравится. Как готовится хит? О, этого я не знаю. Это вот, знаете, это получается... Самое-то интересное, что должно что-то произойти, наверное, в жизни, что-то случится. Это озарение? Ну, чтобы тебя выбрали, да. Во всяком случае, самое-то смешное, что... Вот я иногда говорил, что когда приходят стихи, то предвкушение того, что ты напишешь стихи, ну, я не знаю, говорил ли я для широкой прессы, но во всяком случае в узком кругу я говорил такую фразу, что это очень похоже на приближение оргазма. Ты чувствуешь, что вот сейчас это должно произойти, и еще даже не знаешь, что напишешь, понимаете. Но зачастую получалось так, что вот мои популярные песни, я даже не подозревал, что, как вы знаете, вот что называется, левой ногой делалось. Я, например, мозаику написал, был 15-летний группа, в которой когда-то играл, и мне нужно было написать, ну, какие-нибудь стишки для капустника. И получилось, я мозаику сложу? Я пошел в туалет, пардон за такую гастрономическую подробность, и как бы взял с собой какие-то листы бумаги, пищи, карандаш, и накропал минут, наверное, за пять, я все это... Я сел тупо так, думал, из чего же я могу сложить мозаику. Ну, придумал из зеркала, я сложу ее, пожалуйста. Зеркал не били? Нет, не бил, но когда вот я вот придумал, из чего я могу сложить, вот потом воспоминания там, по-моему... Из простых и грустных песен. Да, это в конце, да. Вот я придумал из чего, ну, и потом как бы... Вот я придумал вот эти вот... Свой корабль снаряжу в дальний путь воспоминаний. Нет, я помню слова. Но на самом деле, после того, когда она стала известной, мне начали рассказывать, что она имеет какую-то глубину, и там чуть ли не вот такой взгляд на жизнь, и чуть ли не пророчество, я был сильно удивлен. Потом начал вчитываться, ну, действительно, наверное, что-то там можно было придумать. Я абсолютно ничего не закладывал. Знаете, у Ленны есть такая фраза, когда вас спросили, как вот создают всю песню. Он сказал, уникально не появится, что я когда писал «Benefit of Mr. Kite», то я думал о бананах. Вот однажды в Питере на съемке мы с редакторшей, которая закончила литературный институт, сидели вот так вот по строчке, значит, писали стишки, которые получились стишками для будущей песни, я тут же спел «Мотивчик». Ну, это вот как бы ремесло, а все-таки песни, как и стихи, это, наверное, это проведение, что бы там ни говорили, и как бы я сам не был ироничен, и время от времени атеистичен, все-таки в этом есть божий промысел. И, наверное, степень моей греховности, она, наверное, влияет на количество шлягеров, выходящих в единицу времени. А что вам ближе? Концерты, записи? Вот сейчас ближе всего стол, вот чашка на столе, которую не наполнили очистки, не наполнили очистки, но для того, чтобы там был чай. Я с вами поменяюсь. Концерт, чего еще? Что вам ближе, концертная деятельность или работа в студии? Ну, конечно, концертная деятельность. Знаете, я очень сожалею, на самом деле, что студийные мои записи дают, ну, наверное, процентов 30 от того, что я есть на самом деле. Потому что, ну, потому что. Потому что я считаю, что, как бы ни была восхитительна песня, записанная на студии, все равно это консервы, как ни крути, понимаете. У меня от любых консервантов, которые вложены даже в хорошее вино, начинает болеть башка. А все-таки, вы знаете, вот на концерте такая, вот как пиво есть, нефильтрованное. Вот я подумал, что вот у меня на концерте вот эта вот самая нефильтрованная песня происходит. Насколько часто вы даете концерты в городах Подмосковья? Ну, бывает. Не так, чтобы часто вот как-то был тут предвыборные голосования какие-то были, меня приглашали. Причем я достаточно так убедительно умею идти за своего кандидата. Но в основном где вас можно увидеть? В Москве, в Подмосковье или по городам России, как раньше говорили с Анисом? Вообще в основном меня можно увидеть дома. Чаще всего я, как правило, ночую дома и в квартире по адресу, который я вам не скажу, я бываю. Ну, я, конечно, имела в виду концерты. Понимаюсь. Я не знаю. Как бы живу по факту. Приглашают. Во всяком случае, вот то время, когда я мог ткнуть место на карте и сказать, вот я хочу туда поехать, они, к сожалению, для меня, наверное, прошли. Вот. И на сегодняшний день, ну, наверное, таких артистов, ну, 5-7. Даже я думаю, что Филипп Теркоров вряд ли может себе такое позволить, потому что для его вот такой мощной машины с кардебалетом, с кучей аппаратуры, не во всяком месте найдется зал для того, чтобы он приехал, дал там концерт. Вот. А я, товарищи, могу взять с собой гитару, сесть вот так вот на край сцены, на стул и что-нибудь спеть для души. Я спел песню о Александре Сергеевичу Пушкину. Называется «Свадьба на карет». Ещё в усадьбе Гончарох с акации снеги не сошли, а уж ведь давно готов фата для милой Натали. Ещё наивен и беспечен, и сам не ведает поэст, что от венца до чёрной речки, что от венца до чёрной речки. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча оставит ваше душе неизгладимый след. Я надеюсь, что после сегодняшней встречи вы со страшной силой побежите на концерты, если увидите афишу Вячеслава Малежика в вашем городе. Я надеюсь, что ваши чувства будут день от дня расти всё, и крепнуть, и в конечном итоге мы сольёмся с вами в экстазе на моём концерте. До свидания, всего хорошего. Для вас пел, играл, шутил, и рассказывал всякую чушь Вячеслав Малежик.